Здравствуйте! 7 марта. Смотрите, какое у нас море сегодня сумасшедшее. Да что ж это такое? Гляньте, какой шторм. Недавно сказала в прошлом видео, что, говорю, штормов не бывает здесь. Бывает, но редко. Ну, смотрите, вот это вот для нашей местности это сильный шторм. Вот. Ой, никого на пляже. Никого. Я еще пришла, думаю, ветрено, а так прохладно. Ну, посмотрела на термометр. Потом, думаю, поеду я в банк ездила, отвезла Хасбанта документы. Ну, а потом думаю, ну, дальше ж я заеду, позагораю. Купальник-то надела. С какой целью? Гляньте, все так это вот занесло здесь, да? Белый песок занесло немножко, притрусила каким-то другим песком. Ой, ноги какие-то из-под лавки. Вот тут лежат ноги. Ветрено. Ни одного человека. Но знаете почему? Потому что... Потому что сидеть, лежать низко, этот песок будет вести. Ну, вот и все. Вот вам и все, господа. Один дядя идет. Я смотрю на меня на американцы, особенно белые, и всегда вглядывается, вот так, взяла у человека, ну, сказать хелло, потому что когда встречаются глазами. Гляньте, эти нос по ветру держат. Стоят. Это вы тут шторм нагнали или что? Желтоносые. Ну, слушайте. Нет, я так не играю. Я не знала, что шторм. Вот надо всегда спорить. Дрожит камера. Надо всегда смотреть. О, ну, конечно, здесь не полежи. Сейчас ляжешь, она будет... Он не метет мне на ноги песок. Нет, ну, все равно, чушь хорошего. А в городе так это вот ветряно и красиво, свежо. Бежит один сумасшедший. Ну, вообще, слушай, перестал бежать. Ну, надо же, да? Вот. Ну, независимо от... А, еще и подумала. Думаю, я думаю, к морю поеду, там красиво. И думаю, оттуда же еще раз поздравлю девушек с 8 марта. Ну, вот вам штормит на 8 марта. Но все равно красиво стихия, да? Вода, конечно, прохладная, холодная, я в этом уверена. Потому что температура воздуха где-то так, это градуса, ну, может, 22. А, не больше. Вот. Ну, что ж ты будешь делать? Посидеть на лавочке? А что ж я буду сидеть-то? Еще и взяла, там нашла. В телефоне статью. Думаю, надо сейчас прочитать. Кошмар какой-то. Короче, непорядки, сплошные непорядки во флоте. Гляньте, здесь как обмело, да, песком, смотрите. Да? Этот, ну, лавочку обмело вокруг, да? Ну, вот сюда я сейчас оплюхну. У нас когда был шторм, у меня ноги так и дрочат из-под этого, из-под лавки, да? Уже на стол ложилось, что ли, да? Тем более, одна единственная. Ну, у нас, когда был, вот, ну, вот этот херокейн был, который в сентябре, да, ураган, который, значит, не произошло, не произошло, слава тебе, господи. А до этого было, наверное, так-то лет пять назад, и во флоте, тоже, значит, ураган, не знаю, название. Ну, как-то он, как-то он прошел по средствам массовой информации не очень-то заметным. Но он был очень сильный. Мы когда пришли на пляж с Хасбентом, ну, не в этом месте, ну, не важно, в любом, там, оттуда-сюда, десятки километров. Пришли, и мы увидели, что лавочки, ну, вот эти вот лавочки все, они, они не плавали, они как-то, короче, уже их море выбросило, понимаете? То есть, его заболокло и назад выбросило. То есть, она была пунти-бобером переперевернута водой. Вот, и вот так вот тоже вымыто, вымыто, вымыто было, и вот эти дюны, ну, не вот эти, а в смысле, они же тянутся вообще, эти берег так далеко, и туда, и сюда подмыты были. И я помню, что пальмы тоже, ну, вот, например, как вот эти вот пальмы там, несчастные, они около воды, конечно, растут плохо, видите, они такие рыженькие, потому что, ну, наверное, соленая вода. Вообще, около, около пляжа как-то пальмы не растут, получается, что так, вот, и было все это так, это вот сныто-подмыто, и такие волны были страшные. Ну, такая красота, такая красота была, но людей было масса, я не знаю почему. Ну, я помню, что залазили в воду, и вот эти вот волны, они балдели, стояли, но когда мы смотрели, ну, вот, дураки-недураки. Ну, правда, что там был сентябрь, там была жара, и жаркая, трудно выдержать жару, да, и вот люди полезли в воду. Ну, я помню, что муж говорит, да, это Канада приехала, они же сумасшедшие, они же в любую холодную воду, и в любую под воду лезут, и балдеют, и так восхищаются, потому что живут там в холодном климате. И все время у нас спрашивают, да вот русские сейчас бы полезли бы, ну, там, вот, если бы холодно, например, зимой, да, вот у нас, ну, как сегодня, пятная, это сентябрь, а русские полезли, я говорю, полезли бы, да. Ну, вот, ну, правда, правда, девочки, мы бы и приехали, вот, пришли фотографироваться, лететь, одеть, вот, совершенно приятно, вот, значит, и рубашка, и джинсы, и шляпа, вообще, так, вот, попляжу, и ремень, главное, и высокие-то русские попляжу, так и не ходят, но он ходит, тоже какой-то залетный, приезжий. Странный, да? Очень странный. Телчонки фоткаются, он красивый, он красивый здесь. Слушайте, ну, я тогда пошла, что я буду тут сидеть, там, ветрено, не ожидала, вот, видите, по-разному, да, вот, в городе себя чувствуешь, вот, иначе, я имею в виду вид, и ветерок был такой, я еще подумала, думаю, как хорошо, думаю, ветрено, не очень жарко, я просто лягу и позагораю. Прокупания, конечно, речи, не было. Так, ладно, поехали. Гляньте, какой букет у меня есть, не букет, а корзинка с цветами. Так, на 8 марта корзинка с цветами, и вы думаете, что это корзинка там, вот, корзинка с ручкой, и вы думаете, что это прямо так вот хазбанцев взял, принес, сразу нет. У нас каждый год забывается 8 марта, каждый год, каждый год приходится напоминать, в какой год забуду, ничего не получаю. Вот, в этот год напомнила, я сказала, ну, ты же помнишь, говорю это, а он говорит, а, Mother Day, ну, то есть, у них же есть мамин день, ну, так они женские называют. Вот, и это самое, и он уже переименовал типа 8 марта в мамин день. Вот, и корзинку, этот самый, доставили около, ну, у нас же ставят эти все посылки, да, около двери поставили. И он хоть бы позвонил, потом уже вечером, что-то позвонил, а ты там, там, деливер должен быть, ну, там, типа, доставка какая-то должна быть туда-сюда. И я вышла, посмотрела, а заходила через гараж и не видела. И они немножко постояли на солнце, такие красивые цветочки. Ну, вот, вот вам и 8 марта. Короче, надо все самой, все своими руками, все, сама сказала, сама получила, самой доставили, сама должна напоминать, все напоминать. Красивые вот эти, да, цветы какие? Вот это же лилия, или как это, не расцвела, правда? Красиво так. Вот. Все. Так, у меня, и вон эта целая, пыльца такая из цветочков. У меня такого, у меня тоже русская 8 марта, международный женский день. Клара Цеткин, Роза Люксембург сделали этот праздник для нас, правда, девочки? Если бы не они, не революционерки, не видать бы нам бы было этого праздника. До свидания. Всех с 8 марта. Субтитры создавал DimaTorzok